Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, с какими рисками придется столкнуться человеку, который живет в Великобритании нелегально. Многие мои подписчики часто спрашивают о возможности уехать в Великобританию по туристической визе и остаться там до получения гражданства. Какие риски связаны с проживанием нелегалом в Великобритании? Сегодня об этом рассказ. Первое, что нужно знать человеку, остающемуся в Великобритании в качестве нелегала, это то, что статус гражданина или вид на жительство после проживания в Великобритании нелегально он может получить только по истечении 14 лет. То есть в 14 лет вам придется жить без статуса резидента Великобритании и без вида на жительство. И еще не факт, что вам подтвердят вид на жительство в Великобритании. Плюс еще один год закладывайте на то, чтобы получить уже гражданство в Великобритании, если будет уже вид на жительство. То есть 15 лет вам придется скитаться, слоняться по стране, права выезда вы не имеете, так как у вас просроченная туристическая виза или любая другая виза, по которой вы остались в Великобритании нелегалом. То есть из Великобритании выехать вы не сможете. Также будьте готовы, что в течение 15 лет вы не получите никакой медицинской помощи в стране, в которой живете нелегально. Либо вам придется заплатить огромную сумму за предоставление медицинских услуг. Так как получая резидентскую визу, вы оплачиваете страховой взнос и у вас есть гарантия медицинского обслуживания. По туристической визе вы едете со своей страховкой, а вот нелегалам будет сложно получить какую-либо медицинскую помощь, как в госпитале, так и в любой стоматологической клинике. С времен начала гражданской войны в Сирии в Европу хлынуло огромное количество сирийских беженцев. И в 2012 году Тереза Мэй, будучи тогда главой хоум-офиса, приняла новые жесткие правила, из-за которых я тоже не смогла остаться жить в Великобритании в качестве резидента. И они коснулись не только резидентских виз, но и также всех нелегалов, которые устраиваются в принципе на работу строителями, разнорабочими и другими подмастерья, так скажем. Конечно, без резидентской визы их берут на меньшую зарплату. Если сейчас где-то в Великобритании один час стоит 10-12 фунтов и до 50 часов в неделю можно работать, то строительные компании, которые в принципе нуждаются в строителях, берут таких нелегальных работников на меньшую зарплату, может быть 7-8 фунтов в час. Ну и этого в принципе хватит молодому человеку, чтобы остаться в Лондоне, допустим. Если за 50 часов в неделю ты получаешь 350-400 фунтов, то зарплата в месяц выходит где-то полторы или 1800 фунтов. И этого хватает на то, чтобы снять комнату и в принципе прилично жить и даже накапливать какой-то баланс на своем счету. И вот с 2012 года очень сильные риски появились у строительных компаний, поэтому они нелегал в принципе берут на работу, но за меньшую оплату. Какие риски? За каждого нелегального работника, если его поймают на стройке или в автобусах, которые везут работников на стройку, компания должна будет заплатить около 10 тысяч фунтов стерлингов и этого работника, естественно, депортируют. Ну и самый главный риск после депортации в течение 10 лет вы не будете иметь право посетить Великобританию, получить туда визу. Еще со времен 2011 года брат рассказывал, как в их автобусы, когда он работал инженером строительной компании, он ездил куда-то под Лондон строить, допустим, туннель в Кеннери Ворф или трассу в Датфорде. И он рассказывал, что иногда к ним в автобусы строители заходили полиция депортации. Есть такое специальное отделение полиции, которое занимается работниками нелегалами. Они очень часто приходят именно в места выезда автобуса строительной компании и там всех, так скажем, шмонают, проверяют документы и резидентские визы. И, говорит, так пару раз кого-то по утрам ловили и депортировали из страны. Также на Западе я видела, когда шла выгуливать собак, прямо в районе Хаммерсми, около дома, где проживала моя английская семья, по пути к ним, я увидела вот такой вот автомобиль полиции, которая выводила из дома напротив, видимо, нелегалов в наручниках, их сажали в машину и увозили куда-то. То есть работают эти службы депортации и особенно по ночам, по утрам ловят нелегалов, даже тех, кто официально снимает жилье где-то в хорошем и богатом районе. Ну, как бы для меня это было шоком, но у меня была резидентская виза, поэтому я сильно не переживала. То есть у меня был статус и я никогда не была нелегалом, проживающим в Великобритании. Купить паспорт в Великобритании навряд ли у вас получится, а европаспорт, который, в принципе, можно нелегально купить в этой стране, опять же таки, после Брексита выхода Великобритании из Евросоюза не дает никаких гарантий того, что вы останетесь в Великобритании жить по европаспорту. Все, кто в транзитный период проживал в Великобритании, получили статус жителем из Евросоюза, а остальным гражданам Евросоюза, которые сейчас приезжают в Великобританию, можно проживать в этой стране не более 90 дней без визы. Если вы собираетесь жить более 90 дней, вам нужно получить какую-либо визу на общих условиях, как и все остальные страны, которые едут по резидентской визе на учебу, на работу или еще по каким-либо визам. Например, если девушка вышла замуж. Опять же таки, девушкам в этом плане легче остаться в Великобритании, если они находят мужа. Но, чтобы получить визу невесты, вам все равно придется выехать в Россию или в любую другую страну, где нужно будет получить уже резидентскую визу для того, чтобы пожениться, то есть, чтобы получить уже статус резидента Великобритании. Однако, допустим, знакомая моей подруги уже 4 года живет в Великобритании, и вот подруга рассказывает, что ей приходится искать место жительства, так как за жилье очень дорого платить. С работой я сейчас отдельно расскажу, как устроиться на работу нелегалом. И вот ей приходится искать себе попутчиков, так скажем, партнеров, бывает и мужского, и даже женского рода, и жить у них в качестве их girlfriend. Ну, так скажем, это не мой путь. Если кого-то это устраивает, пожалуйста, пробуйте, дерзайте, может быть, у вас получится. Лично я прожила в Великобритании 9 лет по резидентской визе, и не рискнула еще на 5 лет остаться нелегалом, чтобы получить гражданство этой страны. Для меня все-таки условия жизни вне комфорта, вне резидентского статуса, вне выездной ситуации и без медицинской помощи была бы очень рискованной. Я на такой шаг не рискнула идти. Не стоит оно того в моем понимании. Но бывает так, что люди даже не знают никаких правил, у них все проходит. Особенно молодым людям может показаться изначально, что остаться и жить в Великобритании очень легко. Однако есть еще много подводных камней, о которых люди не знают и потом могут сильно пожалеть. Для меня очень важным было то, что я в любой момент могла сесть в самолет и улететь к себе в Россию или куда-то путешествовать по миру. Летала на каникулы, в Европу. Жизнь без путешествий для меня не жизнь. Так же, как и медицинский сервис для меня был очень важен. Хоть я и практически никогда не болела, если только какие-то травмы получала, я не пользовалась медицинскими услугами, а все, что мне надо было лечить, особенно зубы, я ездила лечить в Россию бесплатно. Ну, только за билет туда и обратно платила, но совмещала это со своими каникулами. А так как ты нелегал, ты не можешь выехать в Россию или в другую какую-то свою страну, чтобы что-то себе полечить и вернуться обратно, потому что визы у тебя нет. Твоя туристическая уже давно сгорела. Опять же таки, еще по визам. Если вы получаете туристическую визу на посещение, допустим, Лондона на неделю, а потом живете нелегально, в какой-то момент все-таки решаете уехать к себе домой обратно, то при получении следующей визы у них в базе отразится то, что вы наврали, то, что вы, во-первых, поехали не на неделю, а остались там на все 6 месяцев, раз плюс еще остались нелегально, вам тоже может грозить бан на 10 лет. К счастью, сейчас это не распространяется на Европу, так как Великобритания вышла из Евросоюза. Раньше у меня, допустим, был риск получить еще и бан на 10 лет на выезд в Европу. Поэтому вот смотрите, думайте сами, решайте сами оставаться нелегалом или не оставаться. У кого-то прокатывает, реально, у кого есть хорошее здоровье, и кто никуда не рвется выехать из страны, может, в принципе, остаться и спокойно жить, если его не поймает полиция депортацией. Ну, а если так получилось, то, в принципе, там ничего страшного. Вас какое-то время поддержат в отделении по депортации, будут проверять ваши документы и оформлять вас на выезд из страны, в принципе, навсегда, можно так сказать. Если у вас есть время, если вы не собираетесь, допустим, девушке рожать, если вы крепки здоровьем и нашли работу, есть где жить, то почему нет, попробуйте, может быть, у вас получится. 15 лет, и вы уже гражданин Великобритании. Вот такие вот риски ожидают нелегала в стране Соединенного Королевства. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до скорых встреч! Продолжение следует...